всем привет с вами мистер лего блог и сегодня мы будем делать обзор на армию которая назвал преступный мир галактики вот она я перестроил мою всю коллекцию вот она теперь будет стоять вот так вот сюда поставлю какие-нибудь ниндзяга или чима напишите короче в комментариях что сюда поставить а мы начинаем первая мини фигурка на сегодня это джаба и вот он этот джаба он у меня из баржи джаба 2013 года по джабе я думаю говорить нечего все его и так знают кто смотрел хотя бы первый или или четвертый или или шестой эпизод там он был он у нас появлялся получается в трех эпизодах саги по мини фигурке это у нас новая версия джаба повторюсь из так сейчас он у меня там что-то отцепился прошу прощения вот он у нас стоит из получается трех деталей вот так это все выглядит изнутри вот голова у него вместе с ручками тут у нас штифт полуось это все держится на штифте полуось и вот это жирное туловище которое кстати не прикрепляется к пластинам я поэтому поставила его на желтый кубик ну что поджабе это все переходим поэтому к следующий мини фигур а следующая мини фигурка это ри из это у нас один из слуг джабы охотников за наживой который у нас был все в той же барже джабы он у нас трехглазенький вот такой его спокойно можно использовать как он того гонщика на гонках на на гоночных водах там тоже был такой как трехглазенький правда через другой одежде вот у него такой print кодку сзади может как только я сделал обзор на всю мою коллекцию вот на это все мне сейчас я посчитаю сколько сколько мне все у меня всего армии и так всего армии будет 11 11 видео про мою армию мою коллекцию ну что возвращаемся к мини фигурки он у нас вооружен бластерным то есть просто бласта бластерной винтовкой переходим к следующей мини фигурка кстати я забыл сказать то что прошу огромнейшего прощения за то то что на прошлой неделе не было обзоров я ездил бабушки там и пытались моим дворным братом снять обзор на его набор танк боевой танк республики но там у нас конечно ничего не вышло и поэтому на прошлой неделе обзоров не было но теперь я уже знаю как сделать так чтобы обзоры были всегда сегодня я сниму например там три видео постараюсь и будут там выкладывать через неделю там через две недели короче вот так а так огромнейшего прощения кто ждал извините пожалуйста ну вот и следующая мини фигурка это всемирно известный охотник за головами джанго фетт он у нас известен по второму эпизоду а также он отец бобы фетта ну отец конечно в кавычках потому что боба фетт это его клон который выращен без каких-либо генетических модификаций это полностью клон джанго фетта ну вот а по мини фигурке он вооружена такими пистолетиками которые у нас еще встречались лего сити как а эти водяные пушки там по это подвязывались отсюда в эти дырочки короче шнури веревочки и они типа такие тушили пожар далее под шлемом у него папа папа нет и то что вы ожидали у него нет обычного лица клона вот такой вот я крутой пацан далее далее у меня джетпак такой принц спереди а что же у меня под джетпаком а ну-ка давайте ка посмотрим а что же у меня под джетпаком оба боба бобу вот такой принт надеваем джетпак обратно также на джетпак есть такая ракетка и турбо ускорители а я вот так вот крутой у меня есть пак и у меня есть два пистолетика я могу убить всех джедаев на свете а также у меня есть джетпак хи 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 я умею летать а теперь я опять стану на подставку только сейчас паша ее починить мистер лего блог спасибо то что ты починил мою подставку ну что я полетел туда а стоп забыл сказать то что у меня на шлеме есть вот такой принт а так все давайте всем пока переходим к следующей мини фигурке я полетел туда сейчас прорезет мой сынишка привет я боба фетт из набора 2012 года побег из пустынного скифа у меня такой крутой принт спереди а я упал также место такая накидочка принт спереди на ногах принт на позе принт также у меня лица клана а нет ха 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 у меня нет лица клана ребята также у меня на пистолете вот такая серенькая штучка вместо черной не знаю как то будет камеру видно ну вот она чуть блестит вову но вся теперь я буду вести обзор от своего лица прикольная придумала вести обзор от лица блога и джанга фета ну вот у него такой принт на лице второго лица нету как в предыдущей мини фигурке также сейчас мы снимем у него ниже пак также у него точно такой же черт пак как у джанга фета сейчас перейдем сейчас посмотрим какой у него принт сзади принт сзади то у меня и нет говорит боба фетт но это же ничего он же у нас всегда ходит с джетпаком он всегда показывался а так сюда можно спокойно приклеить какую-нибудь декаль например то что типа у боба фета то есть джанга фета была типа такую же декаль приклеить и все будет принт сзади декаль можно приклеить куда угодно только ее надо распечатать кстати ссылка на канал моего двуградного брата с которым мы пытались снять обзор на его танк будет в описании также у джанга и боба фета должен быть визор антенка вот здесь вот получается но он у меня куда-то делся я не хочу его искать короче пусть пока посидит без визора переходим к следующей мини фигурке а дальше у нас идет китаба это у нас опять же охотник за наживой он у него такая бандана как у пирата у настоящего такое лицо я монстр вот моя ассоциация с этим лицом бежевые руки на ногах принта нет обычные красные ноги на теле у него принт вот такой морда у него такая и сзади у него принт такой у него тут перевязь такая перевязь через все тело и тут какие-то боеприпасы у него наверно эти снаряды к бластеру у нас встречался в пустынном скифе 2013 года это не последняя мини фигурка также еще будет одна мини фигурка там же была из повстанцев и еще получается одна мини фигурка вон там у нас тенек уже начался опять проблема со светом сейчас я все улажу ну более-менее свет есть в принципе там не нужно показывать задний фон там я про всех мини фигурок расскажу китаба прям в фильмах не выписывался он у нас просто на коробке был подписан как китаба вот такая вот мини фигурка поехали дальше следующая мини фигурка будет еще интереснее ну вот я попытался ее подсветить это у нас суги охотница охотник за наживой который действовал во время войн клонов показан неоднократно в войне клонов мультсериале также у нее есть нож я его спрятал в пустой ящик на барже жабы ну зачем же еще этот ящик как депресса бачить туда какое-то оружие сейчас я его достану и покажу вам ну вот он этот ножик обычно серый ножик также у этой суги принта такой спереди она вооружена ножом и бластерной винтовкой что-то со светом у меня не то следующая мини фигурка это охранник пустынного скифа расы виквай это у нас по сути обыкновенный воин жабы вот такое у него лицо он у нас появлялся в шестом эпизоде там их было несколько они у нас сохраняли пустынный скиф также у него такие волосы которые у нас идут начинаются на голове и заканчиваются на теле это очень странно потому что например если сделать там например о привет братан о привет братан то у него волосы вот здесь вот начало волос вот здесь вот это получается у него что приклеили волосы к спине к спине у него приклеили волосы он вооружен таким вот топориком и мы переходим дальше а следующая мини фигурка это замаскированный лендо калорисиан он у нас опять же по шестому эпизоду из старого пустынного скифа а тут у нас лицо лендо калорисиана под вот таким вот интересным шлемом детально эксклюзивная для данного персонажа он вооружен опять же вот таким же топором так и прошла мини фигурка и у него такие интересные принты но это все что вы если вы смотрели фильм вы его знаете и следующая мини фигурка это дэнгар охотник за головами из этой банды боба фета он у нас из спидера охотников за головами имеет такой вот интересный рюкзачок что-то он этот свалился а такой принц спереди виде такой заржавленной кирасы такой такая у него интересная но это у него как бы бинты он у нас вообще похож на мумию странно видать ему нравится о я ходячая мумия я земли я вылез из египетской пирамиды и пришел к вам и стал охотником за наживой вооружен таким вот бластером феном который у нас стреляет очень странно то что он носил такой именно головной упор ну что я могу поделать это не мои вкусы это его вкусы он у нас встречался в мультсериале звездные войны войны клонов да 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 не не верится да 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 из этой линейки по ассаш вендерес он у нас там встречался также он был в пятом эпизоде там где он у нас выслеживал сокол тысячелетия переходим дальше а следующая мини фигурка одна из самых эксклюзивных в моей коллекции это у нас охотница за наживой аура синг она у нас была из банды боба фета но она у нас когда он еще был ребенком и она его обучала потом она нужно нет сначала она появилась в когда как бы ограбил напал на здание сената она была там снайпером просто обычных у нее даже не было там имени я никто там по имени называл потом она опять же обучала бобу фета как быть охотником за головами потом там она якобы умерла там по моему асока отрубила то ли плакун я уже давно смотрел эту серию отрубил короче кто-то из них двигатель расслей во первого вот боба фета ну да уже боба фета но тогда это был наверное и и даже своих 1 данными фигурки она у нас короче упала я не знаю как она выжила но она выжила папа папа и она у нас потом еще хотела убить под маме дала но я там короче поймали и поймали она у нас очень живучие и у нее как помнится была имплантированная антенна она у нас вот так из головы антенна потом я все-таки узнал то что это имплант то есть инородное вживленное тело инородное тело ну а по мини фигурке она у нас такие вот такая русская с двумя пистолетами он с такими волосами и она кар она у нас наверное переборщила с макияжем поэтому у нее под глазами круги она у нас выполнена по мультсериалу звездные войны воин иконов поэтому у нее такие огромные глаза ну вот переходим дальше а следующая мини-фигурка это у нас охотник за наживой из расы трандашан из банды боба фета боск он у меня из спидера охотника за головами а кстати этот а у ой это аура синк у меня из баунти хантера в принципе она у меня там только встречалась одна из самых интересных мини фигурок в моей коллекции а это боск он у меня спидер охотника за головами вот тоже очень редкая мини фигурка если бы не спидер охотников за головами у меня бы ее не было он у нас вооружен вот таким бластером который стреляет как его называют фен вот такой у него прикольный костюм это голова и башка у него не резиновая она пластиковая а когти на ногах делают его немного похожим на мини фигурку по олега чими но это у нас трандашанин видать ему ногти давно не стригли у него также такие большие глаза но это он не по мультфильму а по фильму а глаза у него большими потом как это должно быть это у него в расы такая такие большие глаза но это все по нему переходим дальше а следующая мини фигурка это такой вот у нас миленький слоник которого зовут макс ребу у не он у нас похож опять же на слоника на кого-то и он у нас был музыкантом на барже джаббе вот я как раз и сказал откуда он у меня него нет абсолютно никаких принтов потому что его башка очень очень большая и она у него закрывает почти все тело вооружение у него нет как вы сами понимаете он музыкант ему не надо сражаться он просто играет там на специальном музыкальном инструменте далекой далекой галактики а потом взлетела воздух вместе с баржей джаббе в шестом эпизоде переходим дальше последующая очень интересная мини фигурка одна из самых интересных вообще у меня вот эта армия очень очень интересная там много эксклюзивов это у нас перепрограммированный дроид протокольный дроид 4 лом его перепрограммировали охотники за головами и он у нас опять же из банды бога фета он у нас похож на муху очень сильно только еще усиков вот здесь не хватает пиум пиум также у него башка нерезиновая твердый пластик не прорезиненная у него тело немного похоже на тело ситрепио потому что это у нас тоже протокольный дроид и он вооружен стреляющим бластером феном также у него такой принт сзади такой принт сзади интересный тоже они он немного у нас ржавый поэтому немного ржавеет пойдем дальше тут осталось уже совсем немного и следующая мини фигурка это дроид ассасин он у нас он у меня из корабля баунти хантер он черный поэтому плохо снимается на камеру у него такая вот винтовка это просто дроид ассасин он у нас такой же как выпускался в батл паках 2007 года столько же лет сколько и мне а там если считать дроида ассасина белого везде смерти так еще два года ему можно прикрутить это мини фигурку довольно давно создали а он у меня из баунти корабля баунти хантер и ну все вот такая вот у него интересная голова она делает его выше других дроидов он у нас даже по-моему выше чем дроид командос ну вот такой вот он интересный следующая мини фигурка будет похожа на него а следующая мини фигурка это айджи 86 дроид охотник за головами он у нас очень интересный но я ему поставил не то оружие поэтому посмотрите у него на спине вот есть вот такая вот штучка которую можно которая нужна чтобы хранить винтовку но я его туда поставил вот этот пистолетик который фен мы сюда можем поставить винтовку так вот опа все и дать ему в руку этот бластер фен сейчас да и вот он вот такой интересный он у меня есть все того же спидера охотника за головами на которых на который будет обзор как только закончил вот с этой коллекцией 11 видео 11 видео поскорее бы мне уже это закончить ну ладно я буду стараться делать обзоры иногда мне просто лень вот такой вот у нас дроид и мы переходим к последней мини фигурке на сегодня а последняя мини фигурка на сегодня это у нас охотник за головами времен воин клонов мбо он у нас занимал второе место по количеству добычи после по моему после кэда бэйна и у меня есть некоторые нюансы к этой мини фигурке вот мы снимем его железную шляпу которая использовалась как щит и как оружие ну для начала то то что он он был очень очень сильный он в одной из серий просто взял и задушил одной рукой пирата из банды хонда я очень обрадовался когда леговцы добавили сюда погоны потому что он у нас был как бы мускулистый а если по нему не было этих погон он был выглядел как как-то хило а так они ему добавляют широты плеч вооруженным на лазерным арбалетом как чубаки и сейчас я вам покажу единственный нюанс видите у него есть вот такой принт на ногах по мультфильму это должна быть тканевая юбочка это должна быть ткань тканевая юбочка да 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 потому что она у нас как бы свободно это крутилась вокруг него добавляя ему излишней крутости ну вот они сделали как принт мне это не очень понравилось если они сюда добавили погоны еще эту юбочку это было бы вообще просто по горло я был бы сыт этим это было бы очень эпично также у него есть вот такие принты всякие ремешки некоторые из них отблескивают отсвечивают а сзади у него еще перевязь кстати это перевязь его делает очень похожим на чубаку как и арбалет ну что цепляем его шляпу кстати она у нас вот такая сверху он у нас появлялся во многих сериях бонгонов ну что это последняя мини фигурка сегодня и кстати в этом видео я не буду делать картинки это потому что будет очень долго сколько там получается 15 16 картинок это это будет очень очень долго поэтому в этом видео картинок не будет извините пожалуйста но это очень большая армия ладно там джедай там двина 11 штук но это нет так что в этом сравнивайте сами уже наберите загуглите там mb джабаха там ригис тем более кризису например очень сложно будет найти картинку ну что кто кому видео понравилось ставьте лайки пальчики вверх обязательно обязательно нажмите на колокольчик чтобы на самом день но он день но он день дом я постараюсь очень очень часто выкладывать видео ну раз вы досмотрели видео до конца значит оно вам понравилось всем удачи